Времена, когда наши мечты, они умирают. У нас есть сон, и у нас есть мечта или идея. И выглядит так, что она пришла к ничему. У нас есть вопросы без ответов. У нас есть разочарование, неуверенность, опять же разочарование. Мы проходим через все эти вопросы. И потом нам нужно их принять правильно. В эти времена, во времена Слова ободрения, Слово ободрения делает большую разницу. И помните, как я говорил, что пророчество речь не идет только о предсказании, о будущем. Да, это может быть так. Но сердцевина этого, Писание говорит нам, речь идет о ободрении, утешении, и когда мы делимся тем, что Бог имеет для кого-то. И у нас есть вот эта великая привилегия иметь возможность передавать то, что Бог говорит, Слово Божье, Слово ободрения, Слово, которое поможет расти людям, становиться зрелым в том, что Бог имеет для них. В Притче 25, 11 там сказано, что «золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах» — Слово, сказанное прилично. Что такое Божье Слово? Когда вы молитесь за кого-то, вы должны задавать себе вопрос, какое Божье Слово для этого человека в этот момент? Когда я молюсь за людей, это мой вопрос. Они могут говорить мне многие вещи, и некоторые люди приходят с очень длинными историями. И, если быть честным, то они очень так скучны, но я их слушаю. Но это не то, что я по-настоящему слушаю. Извините, если это вас... Но это правда. Я слушаю то, что Он хочет передать вам, как человеку. Иногда вы можете говорить мне что-то. Я буду думать, это симптомы, признаки. Это не центральный момент. Это не центральный вопрос. Я задаю Богу вопрос, в чем суть, в чем... Что настоящее, с чем нам нужно справиться? Когда вы это так делаете, Бог может говорить через вас к этому человеку. Если вы позволите себе быть вводимым тем, что они вам говорят, вы можете упустить, что Бог хочет по-настоящему сказать им. Они приходят к вам, и они нуждаются в молитве. И вы можете помолиться за эти вещи. Но на заднем плане вы должны спрашивать Бога, Боже, в чем то настоящее, за что нужно молиться? Потому что это ключевой вопрос. Что Бог хочет открыть? Что Бог хочет сказать? Это в том, что мы должны быть заинтересованы в нашем молитвенном служении и пророческом. Помните, когда я использую слово «пророческое», я говорю о том, что мы слышим от Бога и передаем это другим людям. это может касаться что-то того, что в будущем будет, но 9 раз из 10 это не будет касаться будущего. Это будет то, что Бог просто хочет проговорить этому человеку. и вы должны это принять. Это важно. Слово ободрения. Правильное время. Теперь, еще одно, когда вы молитесь за кого-то. Это может быть, что Бог открывает вам что-то, и потом вы должны задавать Ему этот вопрос. Это для того, чтобы сказать сейчас или для того, чтобы сказать позже? Потому что, как здесь сказано, что золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное прилично. Это речь идет о правильном времени. Множество раз, когда я молился за людей, Бог открывал, давал мне откровения, и потом я его спрашивал, что мне с этим делать? Он говорил, не сейчас, позже. Поэтому иногда, я даже помню один особенный случай, молодой человек подошел мне для молитвы, я помолился за него, Бог открыл мне кое-что очень серьезное, а я спросил Бога, что мне с этим делать? А он сказал, не сейчас. Я продолжаю молиться за него, Бог дал мне слово для него, для этого времени, для этого места, для этой ситуации. Но я сказал ему, что Бога есть нечто большее, что ему нужно сказать. И это сейчас не время. И это продолжается уже почти два года. И каждый раз, когда я вижу этого молодого человека, он подходит ко мне, он спрашивает мне, это уже время настало? Он говорит, нет. У него есть терпение, чтобы ожидать это слово. И в правильное время, оно будет открыто. И произойдет потрясающее изменение в его жизни. И очень важно, чтобы мы находили, понимали Божий план в правильное время. Когда я был помоложе, я еще не изучил этот урок. Бог дал мне очень сильное слово. Я просто его проговорил посреди общины. И каждый удивлялся. Они говорили, что это действительно очень великое. и ничего не произошло. Три года спустя, Бог постучал мне по плечу. А он говорит, теперь время для этого слова. И я подумал, о, нет. Я не хочу делать это снова. Я опять скажу, ничего не произойдет. Но Бог продолжал стучаться ко мне. Теперь время. Но он сказал мне, что ты должен сказать им, что ты сказал слово в неправильное время. И помните, что я пастор этой церкви. Я предполагается, что я буду делать все правильно. Я не предполагается, что буду делать, допускать ошибки. Но я научился, что я должен быть честным со своими людьми. И я сказал им, посмотрите, я дал слово несколько лет назад. И оно было от Бога. Но оно было не в правильное время. Но сейчас Бог сказал мне, что я должен вам дать это слово опять. И я дал это слово опять. И они выглядели, как будто они опять удивлялись. Но потом Бог исполнил это слово в короткое время. И речь шла о новом здании, которое Бог имел для нас. Что-то невозможное. очень большое здание. Очень большое здание. На первом этаже было место, где мы могли собираться как собрание, как община. и было пять этажей сверху, с комнатами. Это было в центральном месте города. И когда мы только услышали об этом здании, я подумал, что это невозможно. Он было бы очень дорогим. И у нас не было возможности для этого. когда, в конце концов, мы увидели это место, Бог дал мне это видение. И я его в конце концов увидел, и оно было на продаже. И был телефонный номер. Я позвонил по этому владельцу. И я сказал, что мы заинтересованы в этом здании. И я спросил, что вы просите за здание? Когда я услышал цену, нет, невозможно. Нет. Но где-то была мысль, что у Бога есть план. Мы осмотрели здание, оно было совершенным. У нас было необходимо место для встреч. Но также нам нужно было место, такое центро, где мы могли бы принимать людей. Это не был реабилитационный центр. А это просто то место, где нуждающие люди могли найти для себя место. и я пошел, чтобы посетить это место. И я, как я уже сказал, оно было совершенным. и я сказал владельцу, это было бы совершенным, прекрасным для нас. но я сказал так же, что оно очень дорогое, мы не можем себе позволить. и я объяснил ему, что мы делаем, и почему нам нужно здание, было общение. он очень богатый человек. Он очень богатый человек. И мы пожали руки и покинули его. Три недели спустя мне был телефонный звонок от этого человека. Как я уже сказал, он мне сказал цену. А я ему ответил, что мы можем дать ему одну треть от цены. И каждый раз, когда я вспоминаю, я пытаюсь перевести это в евро, чтобы вы имели понимание. Но я не могу сейчас пересчитать цену. Но я могу сказать цену в тех деньгах в той стране. Это было 12 миллионов. Представьте, что это 12 миллионов, но это не было 12 миллионов евро. Но это было большое количество денег. Возможно, это около одного миллиона евро. Но я ему сказал, что мы можем дать ему только 30 процентов. Я ему сказал, 3 миллиона? Окей. И я ему сказал, 3 миллиона в той валюте из 12. Окей? И, как я уже сказал, он мне позвонил через несколько недель. И он сказал, что к нему пришла компания, они предложили ему 12 миллионов. А я отвечаю, я счастлив за тебя. но он сказал, но он сказал, подожди минуточку. Я не хочу продавать им это здание. Я хочу продать его тебе. И ты можешь его получить за 3 миллиона. если Бог дает вам видение, если Бог дает вам видение, и, как я уже говорил, для этого нужно время. когда я получил, как у меня было неправильное время, но когда было Божье время, все заняло свое место. Это то, что нам нужно помнить. У Бога есть время. Есть нечто, что происходит, когда Бог говорит с Своими детьми. Мы видим это во многих ситуациях. Например, с Ильей, когда у него было отношение с Изавель. Как мы видим, мы видим, как это было с Моисеем, когда он вывел израильтян из Египта. И мы также видим это Сиона, который пророчествовал Ниневии. И иногда, когда нечто очень что-то великое происходит, и мы успешны в этом. И потом мы можем увидеть, что что-то идет неправильно. Но эти моменты могут привести ясность, прорыв, мир, надежду и восстановление. Мы всегда ищем слово от Бога в моменты проблем, трудностей. Но иногда мы не ожидаем, что это слово может прийти от нас, от человека, который сидит рядом с нами. И я просто уверен, что у Бога есть слово для каждого из вас сегодня. Я могу помолиться за каждого из вас. Я могу дать вам слово. Но я не буду этого делать. Мы сделаем немного что-то другое через некоторое время. У Бога есть мысль и идеи для нас. В Псалме 139, 17-18, «Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их». Бог вложил свои мысли в Писание и назвал нас Своими слугами. Когда мы достигаем в молитве дар пророчества, слова ободрения могут идти от Отца. Бог хочет снарядить нас, чтобы исполнять Его план. У нас есть возможность, чтобы иметь доступ к Его дарам через то, что Ишуа сделал на кресте. Через это у нас есть возможность чтобы войти к престолу Божьему, иметь совет с Ним и передать этот совет другим. И то, что я хочу сделать сейчас, как я уже говорил, что в пророческое служение и молитва они идут рука об руку. И я хочу, чтобы вы нашли кого-то в этой комнате, в этом месте, которого вы не знаете. одного человека, которого вы не знаете. И я потом хочу, чтобы вы каким-то образом нашли место и просто помолились друг за друга. и попросили Бога, чтобы Он высвободил что-то для этого человека. И потом вы можете поделиться друг с другом. Каждый делится тем, что он получил, то, что вы чувствуете, что Бог говорит. И потом мы увидим, что происходит. Хорошо? Let's start. А кто-то есть, кто разочаровался, получил разочарование? Мы должны быть честными друг с другом. Есть ли разочарование? Да, мы имеем в виду, сестра. Хорошо, это может происходить. Хорошо? Вы можете чувствовать разочарование, но я также такое получал множество раз, что просто Бог мне ничего не дал. Мы не можем это как бы насиловать, можно так сказать. Вы не можете подделать. Я помолюсь за вас немножко спустя, посмотрим, что произойдет. Но не разочаровывайтесь. Бог может иметь что-то для вас, что полностью как бы другое, отличающееся. кто из вас почувствовал, что то, что вам было сказано, оно было правильным, соответствовало ситуации? Попало ли оно в то, через что вы проходите сейчас? Это очень хорошо. Кто из вас почувствовал ободрение, назидание из-за того, что вы услышали? Это хорошо, прекрасно. Кто из вас услышал то, что ситуация, с которой вам нужно справиться? Два человека. Видите, что Бог может использовать разные ситуации? Видите, что Бог может использовать разные ситуации? И Он может помочь нам увидеть этот путь, найти путь. Я считаю, то, что произошло сейчас, оно очень хорошо. Я не очень часто имею так много позитивного реакции, ответа. Но это хорошо делать такое подобное. Когда вы слышите от кого-то что вы мне сказали было очень хорошо. Спасибо. Когда вы слышите от кого-то то, что очень хорошее, вы можете ободряться из-за этого. А также тот человек, который говорил, он также получает ободрение. Потому что они знают, что Бог знает их ситуацию. Он знает, что происходит. Это важно. и мы должны сотворить, я не знаю, как это у вас в общинах, но нам нужно сотворить такие возможные ситуации. мы сейчас в разных ситуациях, которые вы находите в своих собственных общинах. возможно, в ваших общинах, откуда вы пришли, это может быть сложно, сделать подобные упражнения, или сверхсил. но мы должны быть открытыми друг к другу. И когда вы молитесь за людей, учитесь слушать, что Бог дает вам что-то, чтобы поделиться с другим человеком. Я хочу, чтобы вы пережили, почувствовали ценность этого. Надеюсь, это поможет вам двигаться вперед, в будущем. В 1 Коринфянам 14, 1 по 5 стих Павел говорит следующее. Достигайте любви. Я не знаю, что это говорит в русском трансляции. Это как то же самое. Хорошо. Чтобы искать ее, 1 по 5. искать ее, бежать за ней. Это не пассивное действие. Это активное действие. И в тех ситуациях, если вы хотите быть вовлечены в пророческое служение, вам нужно быть активным. обычно в тех общинах, в которых я находился, или где я являюсь частью лидерства, я ободряю, чтобы каждый раз, когда у нас есть служение, возможность прийти к молитве. Чтобы мы давали людям возможность прийти к молитве. Обычно мы знаем людей, которые молитвенники, которые молятся, и они начинают молиться за других людей. Но иногда я делаю то, что мы сделали только что. я говорю всей общине, повернитесь к человеку, который рядом с вами, помолитесь за него. Если Бог положит вам что-то на сердце, поделитесь это с Ним. Не давите. Не пытайтесь повторить это. Это не то, что мы должны были бы сделать. И мы должны слушать Бога, если Он что-то говорит, мы должны это высвободить, передать. Если Он этого не делает, не будьте разочарованы, не злитесь. Я знаю некоторых людей, которые злятся. Но делайте то, что Бог положил вам на сердце в этой ситуации. Хорошо? И потом вы можете двигаться вперед. потом вы учитесь. И как дальше идет? Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте, ища духовных даров. это сейчас ваше задание. Ревностно искать то, что Дух Святый хочет сказать. дарах. Мы должны упражняться в том даре, который был дан вам. И вы должны найти пути, как это делать. пророчествовать. И как сказано, нужно ревностно искать духовного, особенно чтобы пророчествовать. Почему Павел делает ударение на пророческом служении? Потому что это очень сильно. Потому что оно открыто для нас. чтобы мы могли получить от Бога и передать кому-то другому. Я хочу, люди вообще не были активными. Я не ищу людей, которые бы приходили на шаббат, садились на свой стул и просто ждали принимать. Да, это хорошо, приятно принимать. Но Писание говорит нам, когда вы приходите вместе, собираетесь вместе, у кого-то есть песня, псалом, слово ободрения, пророческое слово. Я прошу прощения, но во многих общинах я не вижу, не вижу, это происходило. Люди приходят, сидят на служении, поют песни, слушают послания, идут домой. Это не та, которой должна быть община. Мы здесь для того, чтобы делиться друг с в Духе Святом. И это то, что я ищу. Это то, в чем есть мое желание, чтобы пророчествовать. это означает, что вы высвобождаете что-то в общину. И Павел продолжает здесь во втором стихе. Как сказано, ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. я хочу противостоять кое-чему здесь, потому что я считаю, что это важно. Я не хочу критиковать, я не хочу говорить плохо о людях, но в пятидесятнических церквях как минимум. Мы потеряли то, что по-настоящему означает говорить на языках. Что Павел здесь говорит? Ибо кто говорит незнакомым языком, тот говорит не людям, а Богу. Иными словами, он молится. если мы говорим к Богу, то мы имеем общение с Ним, мы молимся. Понимаете? А теперь, в многих пятидесятнических церквях, когда кто-то говорит на языках в общине церкви, что вы слышите после этого? Кто-то желает сказать, высправить свое мнение? Когда вы слышите кого-то, говорящего на языках, сделаем проще. Я говорю сейчас о пятидесятнических церквях, кругах, не о вас. Если это происходит у вас, то это нечто другое. Павел говорит, Павел говорит, что если кто-то говорит на языках в общине, должно быть истолкование. Да? Теперь, кто-то говорит на языках, кто-то другой встает, и что они делают? Что этот человек, который второй стал, что он делает? Делают ли они это? Подумайте об этом. Do they realize? I know I'm treading on dangerous ground, okay? Я знаю, сейчас я на опасном основании. she has a question she wants to understand this question is when we have prayer ministry and everyone is speaking in tongues then someone starts to speak by his mind do you mean this? no давайте мы скажем это так я хочу чтобы вы увидели себя в этом во многих пятичатских церквях кто-то начинает говорить на языках после этого кто-то другой встает и они начинают говорить что они говорят во многих случаях это пророческое слово да? согласны со мной? спасибо но это не истолкование почему? что Павел здесь говорит тот кто говорит на незнакомом языке тот говорит не людям а Богу если мы говорим к Богу что это? это молитва что же тогда происходит? я вам скажу я переживал это лично 4-5 раз я вам объясню что я переживал а потом расскажу а потом объясню я был в общине в собрании кто-то проговорил на языках другой человек встает и славит он молится другой человек встает и дает пророческое слово это пророческое слово это ответ на эту молитву поняли? этот человек который говорит на языках он молится Богу то что ободряет его в духе следующий человек который встает он истолковывает эту молитву на тот язык который мы можем понять и потом третий человек встает и дает пророческое слово которое является ответом на эту молитву мы упустили один шаг я не говорю что это неправильно кто-то говорит на языках а кто-то дает пророческое слово я верю что есть еще ответ на эту молитву на языках но мы упускаем очень сильный шаг потому что когда кто-то говорит на языках а другой человек истолковывает эту молитву а потом вы слышите пророческое слово вот это сильно я сидел на таких служениях и Дух Божий действовал очень сильно и я хотел бы чтобы увидеть это больше и как я уже говорил в течение 50-летнего служения я видел это пять раз это стыдно и потому что я верю что есть очень такие сильные вещи которые мы потеряли и Бог хочет восстановить это потому что также мы приходим таким образом в сильное пророческое служение эти слова которые были проговорены этих пять раз были настолько сильными что вы даже не можете себе представить как бы весь волос он как бы встал в мне из-за Духа Божьего в то время и я верю и надеюсь что это мы сможем переживать еще больше давайте я прочитаю постаток этого для вас так со 2 по 5 стих ибо кто говорит на незнакомом языке тот и говорит не людям а Богу потому что никто не понимает его он тайно говорит духом а кто пророчествует тот говорит людям в назидание, увещание и утешение кто говорит на незнакомом языке тот назидает себя а кто пророчествует тот назидает общину желаю чтобы вы все говорили языками но лучше чтобы вы пророчествовали ибо пророчествующий превосходнее того кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы община получила назидание? Я верю, что Павел здесь дает очень ясно порядок того, как это должно происходить. И в течение многих лет, я думаю, что мы это потеряли. Если бы мы могли увидеть это восстановление в общинах, я верю, что в пророческом слушании происходило бы нечто великое. Время закончилось на сегодня, но, возможно, я его вижу завтра. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!